Пол второго ночи. Мне вставать в три часа. Я еще вообще не собралась и спать я вообще не хочу. Сегодня я встала в два часа дня. Я не планировала. Просто я случайно уснула. Реально случайно. Завтра у меня очень тяжелый день. Прям очень тяжелый. Весь день на ногах. Ну, ладно. Собственно, не такое терпели. Благо, как бы в Париже вкусный кофе. Будем пить кофе. Вот такой красивой девушке. Не приехала такси. И я, как сумасшедшая, бегу на метро. У меня два часа до вылета. Я молюсь всем богам, чтобы я успела. Спасибо, спасибо. Хожу я, значит, из дома. И знаете, что у вас стоит таксист? Просто стоит. Незанятый. Незанятой. Не знаю, правильно. Господи, хоть бы успеть. Я только что вышла из вот этого мини-аэропорта. И здесь на улице пахнет свежими цветами. Я прям вышла, и я как будто засла в цветочный магазин. Так вкусно пахнет. Сейчас мне предстоит найти автобус. Потому что я пока что не понимаю, куда идти, чтобы доехать до Парижа. Еще мне дала моя соседка плащ. Здесь очень холодно. Я уже даже замерзла. Надеюсь, распугодится очень сильно. Вот. Ну, либо придется покупать какую-то кофту, потому что очень холодно. Я пытаюсь найтись. Я купила билет на поезд. Стоит 10.30. Я вообще не понимаю, куда идти. Тут как бы выход вот здесь есть и вот здесь. И вот здесь я стояла. Подходил поезд. Я спросила у девушки, это в Париж? Она такая, нет, вот сюда надо идти. Ну, типа, на соседнюю. Я надеюсь. Но люди почему-то все идут вот туда. Я уже почувствовала все неудобства парижской системы, потому что именно как добираться от этого аэропорта в Париж. Потому что я приехала, и мне было на выбор. Несколько автобусов, несколько поездов, какие-то электрички. Я вообще ничего не поняла. Пыталась загуглить в интернете. Там какая-то фигня. В общем, как я поняла, ну все шли как бы на, вот как раз таки, поезд. Я пошла за всеми. Попила, показала станцию. Они мне показали, что мне сюда. Ну, как бы, а дальше вот мне нужно, главное, сесть на тот поезд. Париж меня встретил ужасно холодной погодой. Я все еще пытаюсь найти кроссом и кофе. Я иду по улице и просто улыбаюсь, как даунг. Это реально не шутки. Я не могу перестать улыбаться. Одна из причин, почему я приехала в Париж, это купить себе соль. Потому что этот магазин есть только в Париже и онлайн. И я приехала выбирать сумку. Итак, я выбираю себе сумку. Здесь очень много людей, на самом деле. Девый вариант. Мне кажется, симпатично. Ну что, дорогие друзья, я купила себе сумку, которую очень давно хотела. Ну, не именно эту модель я хотела. Я хотела какую-нибудь брендовую, красивую сумку. И я ее купила за 330 евро. Это, можно сказать, самая дорогая покупка, которую я завершила за раз. Совершила за раз. Потому что, как бы, на удовольствии телефон все было не за раз. А вот сумка. Я прям в шоке от того, сколько она стоит. Ну, это прям очень приятно. Это прям вклад в себя. На заработанные деньги. Которые я сама заработала. Вот. В общем, очень круто. В общем, в Париже я еще примерно 6 часов. Сейчас мне нужно дойти до пирамиды Лувра, конечно же. Потом я поеду, скорее всего, к Афилевой башне. А дальше не знаю. Пить хочу. Вот это точно знаю. Вот это, кстати, уже Лувр. Виднеется. Идем к нему. Я наткнулась на модельную съемку. А где моя работа? Я тоже хочу. Ребят, вы посмотрите, где я. Потрясающе. Мне очень нравится. Сейчас мы увидим все достопримечательности, которые тут есть. Не знаю. У меня прямо какие-то чувства странные. Это просто как будто, знаете, я всю жизнь это видела на картинке. А теперь я посмотрю на бежу. Я что, я Филиппу башню вижу? Я вижу Филиппу башню. Здравствуй, дорогая. Как давно я хотела тебя увидеть. Жду, когда моя фотография будет висеть там же. Когда я фоткалась на штатив, один мужчина, видимо, мной заинтересовался и очень хотел мне помочь сфотографироваться. Ну, я ему сказала, что я сама. А потом он просто встал и смотрел. И я такая, вы можете не смотреть на меня? И он такой, ладно. И потихонечку уходил. Вот она, вот она. Красота, которая обворожила всех. На парижской неделе моды должны собираться все сливки общества. Я все жду, когда я встречу хоть одну знаменитость. Я прям жду этого. Где вы? Скажите, чем ты не потеряешь пруды или арбат? Прям очень похоже, мне кажется. Что это у нас там такое виднеется? Не подскажете? В общем, я пришла. Такой мини-скверк парк. Хотя он что-то нифига и не мини. Ой, это я, кстати. Вот, я видела здесь арку. Вот она впереди. Сейчас идем к ней. На самом деле я сделала крюк большой. Можно было пройти просто прямо. Но я решила не идти до арки. Не знаю, почему я так решила. Пошла в метро. Поняла, что не знаю, в какие зоны нужно покупать проездной. А я хочу купить дневной проездной на определенные зоны. Короче, вот в Милане я была, в Париже и в Испании там есть везде зоны. Вот. И здесь нужно выбрать зоны. Вот, поэтому пока я разговаривала там с родителями, чтобы они мне помогли в интернете найти инфук, вот я решила дойти как раз-таки до арки. Вот, фоткаться хотя бы. Вот знаете, мне очень сильно не хватает человека, который фотографировал бы меня на каждом углу. Потому что здесь реально не город, а просто ходящая локация для фото. Здесь, ну прям, очень много можно где пофоткаться. Сделать офигенские фотки, которые можно использовать в зале, например. Но, к сожалению, у меня есть только штатив и не всегда фокусирующаяся камера. И вообще, я не понимаю, что с моим телефоном он как-то не очень качественно фотографирует. Причем, когда я фоткаю сама, то есть на телефон, ну, соответственно, там понижая немножко яркость, это все понятно. И получается красивая фотка. А когда я фоткаю со штатива, я не отслеживаю, потому что смотрю через часы, маленький экранчик. Ну, в общем, все получается не очень хорошо. У некоторых фоток я как дебил выгляжу. Ну и вот. Вот. Конечно, поездка в Париж на один день, даже меньше. С учетом того, что мне задержали рейс на два часа, конечно, мало. Потому что где-то часов восемь я уже поеду в аэропорт. Вот. И мне, соответственно, сейчас уже полчетвертого, остается четыре с половиной часа. Я еще посмотрела только две достопримечательности. Купила сумку. Ну, вообще, вся моя поездка в Париж сложилась только с того, потому что я хотела купить сумку этого бренда. Вот. Потому что, например, какая-нибудь прада мне еще не по карману. Вот. Но я довольна покупкой. И что ж, Лувр я тоже, я мечтала его увидеть. К сожалению, у меня нет времени на то, чтобы его посетить, потому что это все на очень много часов. И, конечно, я советую приезжать сюда на несколько дней, лучше побольше, чтобы не в спешке бегать по Парижу, как и я. Но все равно я на самом деле безумно рада, что я сюда приехала. Потому что это стоило было увидеть. Неизвестно, когда я попаду еще в Европу. Тем более в Париж, потому что вообще не попаду. Потому что, ну, не знаю, работы не будет или еще что-нибудь. Вот. Поэтому сейчас мы идем до метро. Иду до другой станции. Идти. Ну, долговато немножко. Немножко я уже устала. Вот. Идти до метро. Потом ехать. И потом опять идти. Вот. Но Эйфелембаш, Эйфелембаш. Конечно же, этого стоит. Жесть какая. Я не могу в это поверить. Ну что, ребята, это произошло. Она вообще так, такой огромный, кажется. Итак, я пришла к Эйфелевой башне. Вот как раз-таки на вот эту площадочку популярную. Сейчас будем фоткаться на штатив. Надеюсь, получится. Вообще, когда я на нее смотрю, мне кажется, что она падает. Но это из-за облаков. Вот. В общем, сейчас мы здесь разобьем лагерь. И делаем пару фото. Пока еще, кстати, не увидела ни одного человека, который бы делал предложение. Потому что, когда я сидела в ТикТоке, там было видео, где девушка или парень снимал, что вокруг Эйфелевой башни все делают друг другу... Ну, не друг другу, как бы. Парень делает предложение. А я еще не одну не встретила парочку. Пока никто не делает. Мы зашли в парк. Эйфелевая башня. Посмотрите, какая тут красота. Надеюсь, внутри можно будет купить билеты, потому что я хочу на самый верх подняться. 25 евро стоит. Достаточно большое. Господи, как стрёмно выглядит. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется их потрогать. Так, время полшестого. Я устала просто не описать словами, как. Сейчас я вижу Триумфальную арку. Вот. Пойду сейчас в один магазин, чтобы посмотреть вещи для знакомых. А потом дойду до Триумфальной арки. После этого хочу где-нибудь сесть, поесть. Хотя есть я не очень хочу. Хочу очень сильно в туалет. Очень сильно. А ещё я очень сильно хочу фруктовый сок. Если вы думаете, почему-то громко, посмотрите, где я стояла. Между двух дорог. Вот. Я только что была в футбольном магазине. Это полный угар. Все половина, ладно, женщин. Даже, наверное, процентов 60-70. Это русские женщины, разговаривающие со своими парнями, мужьями по видеосвязи. Выбирая футбол какого-нибудь футбольного клуба. Ну, я примерно такая, что-то пофот клашалась, купила своему знакомому футболочку. 100 евро стоит, прикиньте, футболочек. В общем, я находилась, я покупалась и решила за все покушать. Вот эта кафешка. Она очень долго искала. Будем начинать кафешку. И, в общем, вот что я закатала. Это тост с авокадо. Здесь очень много авокадо. Вот здесь почти целый авокадо. И ещё вот как бы сверху намазано лосось, салат-яйцо и персиковый сок. В общем, я максимально огорчена концом этого вечера. Я бежала со всех ног. Ну, из-за самого метро дебильного, который я не знаю под каких-то просто, как его понимать. Я опоздала везде. И я пришла в магазин, который очень давно хотела посетить. Его нет в России. И он закрылся. Я не успела. И... Ну, как вы думаете, какое у меня настроение? В общем, я уже в аэропорту. Это очень маленький аэропорт. Здесь всего три вылета. Один из них мой. Самый последний. Вот у меня есть ещё целых полтора часа до вылета. Вот. И я очень сильно разнервничалась, пока искала поезд. В общем, транспортная система Франции, а именно Парижа, это... Хорошими словами не описать. В общем, вот, мне пришлось выкинуть коробку, пакет. Ну, теперь у меня сумка вот только в клинке. Рядом со мной тут лежит. Вот. И моя сумка. Я отрывала все бурки. Потому что могут докопаться, что я там на предпродажу везу или что-то такое. Вот. Все чеки выкинула. Вот. Ну ладно. Всем привет. Как только я вышла в туалет снять видео, началась турбулентность. В общем, я лечу уже из Барселоны домой. Сейчас у меня будет присадка в Стамбуле. Но не об этом. К чему я? Я решила убрать тысячу очень нервных видео и записать историю, что случилось. В общем, когда я прилетела, оказалось так, что у меня закончился мой тариф. У меня не было абсолютно связи. Я не могла ни звонить, ни разговаривать. То есть у меня не было интернета. У меня не работал навигатор. Я не могла написать таксисту. Я вызвала такси и просто не смогла его найти, потому что он поставил какую-то странную метку, куда я должна была подойти. В общем, все очень странно. Мы, по-моему, поворачиваем. Ну вот. И, соответственно, я его не нашла. От меня отказывались все таксисты. Я очень испугалась. Потом мне пришлось ехать на автобусе, который я очень долго ждала. Потом на еще одном автобусе. В итоге это было в 2 часа ночи. После моего рейса. То есть я прилетела, и когда я попала домой, прошло 2 часа. Час я бегала по аэропорту. Еще час я добиралась. Ночью в автобусе. И от автобуса на остановке я шла еще пешком. В общем, было не очень весело. Но, слава богу, все нормально. Но было страшно, потому что я думала, что у меня что-то с телефоном. Но, оказывается, у меня просто закончился интернет. Доброе утро. Я выгляжу очень плохо у меня на голове. Потому что я расчесалась. В общем, у меня голова просто... Ну, квадратная. Это мягко сказано. Ой, ну, в общем. Почему я снимаю-то? Хочу сделать распаковочку. Я, конечно, уже вытащила все чеки, все вот эти подклады. Но, мне кажется, вам будет интересно, что за сумку я купила. Потому что я прям хочу ее открыть. И, возможно, сегодня с ней погулять. Очень красивый пыльник. Но такой пыльник, знаете, плотный. Он вот с этой стороны. Не знаю, как ткань называется. Ну, в общем, из такой ткани делают кофты некоторые. Вот. Так, теперь момент истины. Оп. Вот такая вот красотень. Как вам? Мне очень нравится. Вообще, изначально я ехала за другой сумкой. Покажу где-нибудь на экране. Вот. Я изначально прям ехала за ней. Потому что я ее видела очень давно в интернете. Ну, примерно вот когда я приехала в Барселону, мне сразу попалась реклама в инцеграме. И я решила, что мне нужна эта сумка. Она была очень красивая. Но когда я туда приехала, я поняла, что она только на длинном ревне. То есть, ну, я такое не очень люблю, мягко говоря. Вот. А я хотела больше сумку багет. Вот. И я хотела какую-нибудь поменьше этой. Но там была меньше. Но она была только доступна онлайн. И приехала бы 22 декабря. То есть, еще целый месяц ждать. То есть, даже бы если я заказала ее в начале, как я приехала. Не факт, что она бы успела ко мне приехать. В общем, я нисколько не расстроена. Я могу ходить с этой сумкой теперь на учебу. И там было несколько расцветок. Была, по-моему, желтая, коричневая. Какая-то светло-такая бежевая. Черная вот такая, как у меня. Она чуть-чуть рельефная. А также черная просто гладкая. И вот все остальные цвета. Они вот шершавенькие. И просто черная матовая. Ну, гладкая в плане. Они стоят 390 евро. А эта стоит, не знаю по какой причине, 330 евро. Как будто бы нам просто... Я кому скидывала фотографию? Там маме, сестре. Они все сказали, что рифленый вот такой вот дизайн. Он лучше, чем обычный. Вот. И поэтому мне тоже как бы больше это понравилось. Единственное, что, наверное, эта надпись сотрется за секундочку. Не знаю. Ну, в общем, я очень довольна. Мне кажется, сумка вообще красотка. Стоит своих денег. Вот. Тем более, это моя самая первая брендовая сумка. Я никогда, ну вот, не покупала себе таких вещей. Возможно, присмотрю себе еще что-нибудь в аэропорту. Не знаю. Или сегодня вот мы пойдем гулять. И я хочу посмотреть, какую-нибудь сумку багет. Вообще, очень сильно хотела попасть в какие-то секунды с сумками. Где можно найти старые коллекции. Там, Луи Витон, Шанель. Вот что-то такое. Потому что у меня у соседки старая коллекция. Луи Витон сумка. Какая она красивая. Как я поняла, она ее в секунде тоже нашла. Очень красиво. Мне бы тоже такую хотелось. Вот. Поэтому да. Спасибо.